Больше контекста, наверное, дам, что действительно в Казахстане нарушаются права человека, и, скажем, данный случай это из-за наиболее таких крупных кейсов, по которым вообще я работал. И в основном у нас всех, кто так или иначе связан с оппозиционным движением «Демократический выбор Казахстана», преследуют, если бы уже в 2018 году всем давали реальные сроки и людей отправляли в тюрьмы, то благодаря развитию гражданского общества в работе правозащитников, как казахстанских, так и международных, в 2019 году по этим же статьям людям уже давали ограничения срока, стало больше административных каких-то наказаний. То есть видно, что работа именно общества и правозащитников дала какие-то свои результаты. И, например, даже на моем примере мне тоже вот, в отношении меня открывали уголовную статью тоже за участие, и за участие именно в оппозиционном движении «Демократический выбор Казахстана», хотя я даже на митинге не был, не говоря уже о том, чтобы в оппозиции находиться. То есть просто по факту того, что я оказывал правозащитную помощь тем людям, которых преследуют за участие в ДВК, просто по вот этому факту открыли статью. И здесь говорить о том, что Казахстан правовое государство вообще не приходится. И стоит учитывать, что в 2019 году в резолюции Европарламента ДВК было признано мирным оппозиционным движением. То есть они изучили все документы, все факты преследования и дали свое заключение. И, исходя из этого, мы работаем. По кейсу Жанары сейчас вот в социальных сетях, где-то с 20 чисел декабря, мы видим, что активно идет государственная именно казахстанская пропаганда, отчерняющая, и что, скажем, некоторые бывшие активисты, скажем, даже коллеги Жанары, они почему-то заняли новую позицию по Жанаре, если раньше они ее как-то поддерживали, даже если не публично, то сейчас они пишут очерняющие посты, записывают какие-то видео, говорят, что якобы она там должна деньги, или у кого-то какие-то претензии, обиды, и везде выходят вот эти, скажем, боты, ну, в Украине тоже они были, и пишут, что она мошенница, там, у того украла, у того украла, какие-то там из сайта с министерства юстиции дают какие-то скрины документов, что вот такая-то сумма, пусть вернет деньги и потом может гулять на все стороны. И при этом никто не дает себе отчет, что у Жанары есть несовершеннолетний сыр, и что даже в случае, скажем, экстрадиции будут нарушены в первую очередь его права. И сейчас вот именно перед судом почему-то вот эта очерняющая кампания началась, и она, в принципе, вот перед каждым судом такая кампания, но сейчас она, по моей оценке, наиболее такая массированная, и видно, что вот это именно перед судом, который состоится завтра. Но казахстанское общество вот 8 января, скажем, выразило свою позицию. Люди, вышедшие на мирную демонстрацию, призвали власти Украины не экстрадировать Жанару Ахметову в Казахстане. И сейчас мы организовывали открытое письмо властям Украины, и на сегодняшний день 538 человек подписали это открытое письмо и попросили, призвали власти Украины отказать в экстрадиции и выдать политическое убежище Жанаре Ахметовой и ее сыну. Данное письмо, оно публично, доступно, и мы можем его предоставить. Спасибо.